Интервью с главой Главного управления разведки Кириллом Будановым. Дело в том, что появилась информация, согласно которой Путин тяжело болен. А если не болен просто так, то и вообще мертв. Сегодня Российская Федерация управляет коллективный Путин. Заинтриговал? Тогда внимание на экран. Где настоящий Путин? А жив ли Путин? Буквально недавно британская разведка заявляла о том, что главный диктатор может быть мертв, а роль президента играют его двойники. Путин почти одновременно появляется в разных местах. Его повадки иногда меняются так же, как и внешность. И картинка, скажем так, уха разная. А это как отпечаток пальца. У каждого человека картинка уха, она уникальна, она не может повториться. Последнее появление главы Кремля на публике и правда выглядит странно. Если Путин еще не умер, то что с ним? Он серьезно болен. Это, скажем так, небольшая тайна. Не думаю, что я буду первым, кто вам об этом говорит. Самоизоляция, длинные столы и скандальные видео с прямыми эфирами, которые были в записи, тому доказательство. 9 мая. Путин пришел на парад, казалось бы, цел и здоров, но тело выдает его. Правая рука будто керамическая, он с трудом ею двигает. Сам президент идет прихрамывая. 12 апреля президент России на встрече с министром обороны. Казалось бы, все как положено, но посмотрите на положение Путина. Голова, которая непропорциональна телу. Рука вцепилась в стол совсем неподвижно. В неестественной позе диктатор сидит на протяжении всего разговора. Поздравляю вас. Передайте славу и благодарности войска. Ограниченная подвижность руки наблюдается и на этом видео. В прессе неоднократно выплывала информация от разведок о том, что у Путина расстройство мозга и о том, что он пережил несколько операций. Владимир Владимирович уже страдает несколько лет различными формами рака, но самое тяжелое из разновидностей у него было диагностировано на рубеже 19-20-го года. Поэтому версия о двойниках может быть реальностью. Если вы проанализируете даже просто по открытым источникам информации, скажем так, того Путина, которого показывали в 99-м году, до 2010-го года в основном, хотя там тоже были иногда двойники, но в целом тот человек и тот человек, которого показывают сейчас, ну это точно разные люди. Изменения и правда видны. Эксперты уже неоднократно замечали, что у Путина различаются мочки ушей, подбородок, от линии роста волос, отличаются границы бровей. И если форму лица еще можно объяснить хирургическими процедурами, ботоксом и прочими вмешательствами, то другие нюансы являются весьма подозрительными. У них разные повадки, разные манеры, разные походки, иногда даже разный рост, если хорошо присмотреться. В сети даже есть таблица двойников Путина, и каждый имеет кличку, в зависимости от того, в каком месте он появляется. Это коллективный Путин. Вот это максимально правильная формулировка. Владыке Кремля в этом году 70 лет, и проблема с опорно-двигательным аппаратом явно выражается. Но если взглянуть на видео, где Путин недавно прилетал в Иран, можно увидеть, как он живо в припрыжку сходил с самолета. Исцелился? Серьезные проблемы со здоровьем, боязнь смерти, изоляция. Так проходят последние годы президента РФ. Но об этом, конечно же, Кремль никогда не скажет. Кто сейчас исполняет роль условного Путина? Это вопрос абсолютно открытый.